Всем привет! Меня зовут Сергей, вы смотрите канал OldSchoolGamer. В сегодняшнем видео я расскажу вам, как подключить геймпад от Xbox One к персональному компьютеру. Уже несколько лет я играю в компьютер исключительно вот на этом черненьком геймпаде от Xbox 360 в проводной версии, специально для Windows. Отличный джойстик, кстати. Но недавно мне повезло, мне достался геймпад редкий коллекционный по игре Titanfall. Вот он. Смотрите, кстати, видео на канале, обзор. Собственно, вот старый геймпад от 360, вот обратите внимание, как стик движется, круглые крестовина. Ну, собственно, все обычное традиционно, вот курки, бамперы, проводной джойстик. Теперь быстренько глянем на беленький геймпад от Xbox One. Смотрите, как движется стик, он более тугой, им удобнее гораздо управлять. Ну и, собственно, крестовина. Вот, кнопки разнесены, сверху все как обычно. Вот этот джойстик заменит вот этот черненький, как мое главное игровое устройство. Ну, давайте сначала начнем все-таки с черненького. Подключается он по проводу, просто вставляется в USB и сразу определяется, загорается лампочка. Все, работает. Драйвера тут нужно скачать первый раз, когда подключают. Никаких проблем. У Xbox One же геймпада проблемы появляются сразу, так как с ним в комплекте не идет провода и подключать его нечем. К счастью, выходы на геймпадах сейчас стандартизированы. Везде microUSB, что на DualShock 4, что на геймпаде от Xbox One, да и в каждом телефоне практически такой же порт есть. Ну, кроме техники Apple, которые все через жопу. Поэтому я беру просто провод от DualShock 4 PlayStation, включая его в другой USB порта. И, собственно, вот провод у меня есть. Далее нам нужно скачать специальные драйвера. Вводим вот запрос, смотрите, как бы по первой ссылке сразу находим сайта Microsoft. Вот две версии драйверов. Я качаю для 64-битной системы, ибо у меня Windows 8 64 быстро довольно скачалось. Ну и, собственно, устанавливаем их драйвера. Вот я их даже, получается, два раза скачал. Запускаем экзешник. Ну и щелкаем дальше Next до конца. Я не буду этого делать, так как я их уже установил. Ну, ничего трудного в этом нет. После этого переразружаем компьютер. И пытаемся подсоединить наш провод microUSB к геймпаду. Оп. И сразу слышим звук Windows'а, и загорелась лампочка. Смотрите, уже все вот хорошо, судя по всему. Все должно работать. Давайте проверим. Сейчас я спущу какую-нибудь игру. Возьму геймпад в руки. Ну и, собственно, подтестируем, как он работает. Ну и, собственно, все отлично. Scrunch McDuck бегает, прыгает на своей палке. Геймпад работает, и даже я ощущаю эту великолепную вибрацию геймпада от Xbox One. На мой взгляд, это лучшая вибрация, которая когда-либо существовала в геймпадах. Скажу вам честно. Считаю, что геймпад от Xbox One во всем превосходит геймпад от Xbox 360. На мой взгляд, даже дизайна, хотя многие со мной не согласятся. Отличный геймпад. Xbox 360, можно сказать, я выкину на помойку, но, конечно, не выкину. Приспособливаю для каких-нибудь других нужд. Об этом, наверное, когда будет другое видео на канале. Ну, а мы с вами прощаемся. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Всем спасибо и всем пока. Еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok